всех приветствую на связи зожник физкультурник алексей шредер как в старые добрые времена 45 лет назад когда я записывал свои первые теоретические ролики так сильно полюбившиеся многим справа от меня присутствует розетка и эту рубрику можно назвать розеточной рубрикой и в этой рубрике всегда самые четкие полезные теоретические ролики и как в старые добрые времена зожник физкультурник он же доморощенный качок обязан вставить в кадр свою бицуху чтобы вы понимали что все серьезно ладно оставляем шуточки в стороны прошлом видеоролике я вам рассказывал про систему тренинга по сути вейдера ну как бы по сути система тренинга там много подходов каждое упражнение много упражнений на каждую мышечную группу довольно частые тренировки применение супер сетов дроп сетов и там разная дичь для химических атлетов наверное это имеет какую-то суть эффективность и так далее имеет место быть но я объяснил что для натуральных атлетов это прямой путь либо к перетрену либо как минимум к полному застою поскольку восстановление мышц наступать не будет роста силы наступать не будет соответственно роста мышц тоже не будет после некоторого возможно первоначального успешного периода но потом все быстро прекратится сегодня я затрону еще две системы как бы всего потому что на мой взгляд три основные системы тренинга как набирать мышцу силы вот она вот первое так как бы система вейдера вы поняли это гава но для натуралов еще две системы есть это как бы система вид высокоинтенсивного тренинга майка менсера и переработанная мною вот эта система я ее целиком поддерживаю и считаю лучший сегодня в очередной очередной раз разберемся как я ее видо изменил под себя и как я вообще к ней пришел почему она лучше есть еще третья система силовых циклов так называемая периодизация я считаю периодизации имеющие место быть даже натурального атлета местами в определенных случаев но периодизация для натурала это конечно же не лучшая система то есть это где-то между вейдеров скай системой и системой вид майка менсера ты всегда был прав самом начале я хотел бы для вас провести небольшой исторический экскурс в то как я пришел к системе высокоинтенсивного тренинга майка менсера я делаю этот экскурс для того чтобы вы не повторяли моих ошибок чтобы вы сразу обратились к принципам менсера ну не знаю нашли эту систему прочитали все принципы либо вот посмотрели у меня как я их транслирую и не тратили много лет своей тренировочной карьеры своей жизни на бесполезные тренировки а я к системе менсера приходил не так что мне кто-то сказал я эту систему прочитал сказал эврика и начал тренинг нет про саму систему менсера я узнал только где-то примерно 2015 году когда уже вел свой канал а до 2015 я уже лет 17 тренировался то есть я приходил к системе менсера методом проб и ошибок у меня очень много лет на то ушло я потратил многие из этих лет впустую примерно 7 лет не подряд а в несколько этапов в общаге когда мы с братом тренили примерно три года потом но это были затрачены практически впустую никакого там прогресса не было хотя я был очень далек как показала будущее от своего генетического потолка потом пришел период пауэрлифтинга где мне вставили мозги ну путем бесед и путем тем что дали прочесть книгу думай стюарта мак роберт а потом еще и думай 2 оттуда я узнал про то что не нужно часто тренироваться не нужно куча упражнений на одну и ту же мышечную группу значит не нужны изолирующие упражнения отдельно качать руки и так далее только база и все такое и тогда у меня был очень хороший прогресс в этот период пауэрлифтинга я об этом уже рассказывал и этот прогресс потом зацементировался но где-то с 2006 года по 2009 я опять подсел на различные статьи тогда уже более-менее доступ к интернету появился и там началось все эти статьи журналов про качков бодибилдеров опять система вейдера захватила опять отоптался годами на месте примерно до конца 2009 года потом до меня начало доходить эврика что я начал понимать что я делаю что-то лишнее и даже это чувствовал по ну собственно усталости в целом по усталости центральной нервной системы хоть я и не впал в перри тренд центральной нервной системе но я чувствовал и я начал убирать где-то количество упражнений на одну и ту же мышечную группу где-то минусовал подходы рабочие в каждом упражнении где-то добавлял количество дней отдыха между тренировками чтобы понимали чтобы убрать каждое упражнение лишнее на мышечную группу мне приходилось думать месяца два настолько я уперто думал что может я все-таки правильно делаю может не надо убирать и я думаю многие из вас здесь узнают и себя и вымучивал просто минус каждого подхода каждого упражнения лишнего на мышечную группу и вымучивал то чтобы добавлять дополнительные дни отдыха между тренировками я пытался себя убедить что нужно тренироваться чаще и мне было сложно вытерпеть вот эти дни отдыха между тренировками я думаю вы тут многие себя узнали в этот момент вот постепенно постепенно где-то к началу 2011 я уже пришел почти к системе менсора то есть у меня упражнения не такие как у него в программе до сих пор они не такие у меня там нет жимов ногами у меня присед классика база у меня нет там разводок с жимом лежа супер с этом на грудь нет у меня чисто там жим лежа и лучшим наклоны скамье то есть у меня получилась некоторая компиляция системы менсора вот его принципов но упражнение главным образом базовые и как бы здесь влияние стюарта мак роберта между что-то стюарта мак робертом и менсором развод разводок на плечи как у менсора у меня нет вот и до сих пор я пользуюсь практически этой программой я ее конечно переработал сейчас она у меня называется программа эффективного минимума я расскажу вам конечно сейчас про принципы мая комменсора но если вы не понимаете как состоять программу вы можете обратиться за моей программой эффективного минимума она как бы по сути компиляция вид и стюарта мак роберта и вы можете ее купить у меня обратившись в контакте либо в инстаграм ссылки есть друзья в описании я считаю это моя идеальнейшая программа есть основная программа которая была недавно на ее основе путем сокращения я создал программу эффективного минимума там только основная база расчет на полное восстановление мышц и максимальный рост мышечной массы и мышечной силы до вашего генетического потолка в минимальные сроки насколько это будет возможно итак друзья перейдем непосредственно к рассмотрению двух главных принципов системы вид майка менсора первая тренировка мышечной группы должна происходить достаточно редко по менсору это где-то раз там за 12 14 дней у меня это чаще я адаптировал этот принцип я тренирую мышечную группу раз в восемь дней то есть у меня тренировка три дня отдыха следующая тренировка три дня отдыха программа хавбади поэтому раз за восемь дней мышечная группа редко тренируем мышечную группу а многие кричат три раза в неделю любят суху тренировать как хотите так и делайте следующее на мышечную группу нужно воздействовать очень мощно сверх практически возможности этой мышечной группы но очень кратко здесь подразумевается золотой подход один отказной рабочий золотой подход на мышечную группу и все у меня здесь опять же адаптация я считаю что мышечная группа такие крупные как грудь могут тренироваться двумя упражнениями различными но на каждой из них по одному рабочему подходу как у майка менсора максимально мощный импульс и бросаем мышечную группу смысле бросаем ее тренировать до тех пор пока она полностью не восстановится до следующей тренировки это мышечная группа по системе шредера никто не накачался только сам шредер и я напомню в двадцатый раз что нет никакой системы шредера как некого первоисточника и не знаю открытия как раз таки первооткрывателями подобной системы были артур джонс и майк мэнсер майк мэнсер взял у артура джонса эти принципы они первооткрыватели они я вот и боюсь что по этой системе накачались очень многие и среди них есть даже шестикратный мистер олимпия дориан яйц конечно же те же хейтеры завопят что мы говорим про натуральный атлетизм а я тут привожу в пример дориана яйца но для меня здесь есть дополнительный плюс системы вид вот этих принципов я понимаю что в натурах у лишний тренинг лишний объем не обращается организмом вы перетренировайтесь я на это на своем опыте это так хорошо понимаю что вам не передать но оказывается на химиках эта система тоже супер работает дориан яйц самый огромный качок своей эпохи и он завоевывал свои титулы еще до того как многие из вас товарищи хейтеры родились на свет и получается что химик тоже может не тратить часы тренировок зале может не долбить не там неизвестно сколько подходов и упражнений на каждую мышечную группу и при этом все равно будет огромным он может делать лишнее ему это будет прощено космическими дозировками экзогенных гормонов но может этого и не делать и все равно будет огромным понимаете в чем с вами нет и так какова же конкретная частота тренировки одной и той же мышечной группы и конкретная частота тренировок вообще у майком энсоры это три разные тренировки в программе первое насколько я помню грудь спина 2 вниз третье плечи руки между тренировками три дня отдыха на каждое там упражнение На каждую мышечную группу одно упражнение, а на каждое упражнение, не считая разминочных, один рабочий подход. Итого, как бы вот этот цикл 12 дней. Три тренировки по три дня отдыха, 12 дней. Раз в 12 дней тренируется одна мышечная группа. У меня одна мышечная группа тренируется раз в 8 дней. То есть у меня две тренировки, у меня расписано half-body, программа эффективного минимума, на две тренировки. Каждая через три дня. Но иногда бывает и через 4 дня. То есть это может стать 9 дней, а если я захочу или почувствую, что надо, я могу сделать два отдыха по 4 дня. Итого будет в 10 дней тренировка разовой мышечной группы. Это у меня такая система. Но у меня есть еще и другая система. Есть люди, ну просто просят, ну многие вот прям хотят три раза в неделю ходить. Я для них расписал программу эффективного минимума на три раза в неделю. То есть там не больше объема тренинга, просто поделено на три раза. И опять же, эти интуитивно дни отдыха могут быть расширены. И три тренировки вместо недели, вот эти разные, могут растягиваться на 10 дней. Но неделя это минимум. Я хочу, чтобы вы поняли, неделя на мышечную группу это минимум. Но может быть и больше, может быть 12 дней, как у Майка Менсора. Теперь, что касается без привязки к определенной мышечной группе. Тренировки в целом, как часто могут происходить? Опять же, вы поняли, у Майка Менсора это раз в 4 дня тренировка. У меня это раз в 4-5 дней тренировка. Но программа эффективного минимума, у меня вторая есть на 3 дня, которую я упомянул. Там через день и через 2, 3 тренировки за неделю. Как так получается? Дело в том, что вы можете тренироваться, как бы особо не нарушая принципов Менсора, через день даже. Смотрите как. Чисто грудь в понедельник, чисто ноги среда, ну куча короткие будут тренировки, но чисто ноги. Чисто спина, допустим, пятница. Потом через день в понедельник чисто пресс и может быть икроножные, и шея или предплечье. И в итоге у вас 4 разные тренировки, через один день отдыха, всего микроциклик такой 8 дней. И за 8 дней мышечная группа тренируется один раз. Ну вот напомню, 7-8 дней это минимальный срок, за который мышечная группа может повториться в своем тренинге только один раз. А тренировки в целом получаются как бы через день. Тренировки чаще, просто вы более мелко разбили. Может быть и такой вариант, и в принципе он тоже будет рабочий. Так, с частотой тренировок по Менсору мы разобрались. Теперь давайте разберемся с количеством упражнений на одну и ту же мышечную группу. Их, по идее, должно быть 2. И у Майка Менсора их, кстати, 2. Рабочий подход, допустим, на грудь 1, но он делается у него суперсетом из 2 упражнений. Ну что там, 6-10 разводок с гантелями и сразу же без отдыха 6-10 жимов штанги. То есть он делал суперсетом. Я вам говорил, что суперсеты это плохо, но не в системе Майка Менсора. Почему? Потому что в его системе только один золотой подход. И все. Суперсеты я вам говорил плохо, если там несколько упражнений на одну и ту же мышечную группу, вы делаете золотые подходы, а потом еще сверхотказы вот эти суперсетами. Там плохо. Здесь нормально, потому что один всего суперсет. И вы можете тоже, будучи нейтральным атлетом, делать как Майк Менсора. Один золотой подход из двух упражнений суперсетом. И это, считаю, будет хорошо. Хотя я так не делаю. Вот. Ну ладно, это я забежал вперед. По количеству упражнений. Но тем не менее, хоть подход один, у Майка получается их два. У меня тоже два. Но у меня немножко другая система распределения мышечных групп. У Майка Менсора грудь, спина первый день. А в третий день у него есть руки. Да? А у меня не так. У меня трицепс ходит в систему жимовых мышц, а бицепс ходит в систему тяговых мышц. Поэтому у меня немножко не так. Но даже если бы было так, как у него, я бы на грудь все равно делал два упражнения. А так у меня жимовые мышцы два базовых упражнения. Тяговые мышцы два базовых. Какие это конкретно базовые упражнения? Ну, я не знаю. Если вы купите мою программу, вы узнаете. Вы можете сами, конечно же, составить эту программу. Я просто вам говорю схему, как вам составить личную программу. Мышечная группа, тяговая, допустим, мышечная группа. Два базовых упражнения плюс одно изолирующее, если так хочется. Третья. Это максимум. Может быть два базовых. Два базовых плюс изоляция. Может быть базовая плюс одно изолирующее. Но минимум должно быть одно базовое. Это минимум. От минимума до максимума, сколько количество упражнений на мышечную группу, я вам объяснил. Теперь мы возвращаемся к золотому подходу. Сука! Вы знаете, в начале упражнения идут разминочные подходы, а в конце золотой подход. Я вкратце опишу, как примерно построить разминку. Ну, допустим, это все примерно. У вас жим 100 на 8 на максимум. В отказ. Разминайтесь 40 на 10, там через минутку 60 на 6, через полторы минутки 75 на 4, через 2 минуты 90 на 3, через 2,5 минуты 105 на 1, чтобы включить высокопороговые волокна. А потом там через 2,5 минуты золотой ваш подход. Это вы разминались, а тут теперь золотой подход. 100 на максимум. Допустим, получился ваш рекорд 100 на 9. Ура! Можете в следующий раз вешать 102,5 килограмма. Теперь, что у Майка Менсора по золотому подходу? Вы уже поняли. Это суперсет из двух упражнений. Ну, допустим, на грудь. Разводка гантелей 6-10 повторений. И тут же жим штанги 6-10 повторений. Ну, в отказ. Штанга завершает, это уже в отказ. И один всего такой подход. Один подход действительно можно делать суперсетом. Этот один подход можно делать дропсетом. Он один на мышечную группу. Не нужно экономить силы этой мышечной группы. Пожалуйста, вы можете делать этот подход золотой, если одно упражнение на мышечную группу так. Жим лежа там на ваши повторения. Сразу же сбрасываете там 1 треть веса или сколько. И еще сразу же добиваете. Это называется дропсет. Вы можете сделать так, этот золотой подход. И это не будет плохо. Потому что одно упражнение. Но если у вас два упражнения на мышечную группу различных, то как бы уже в первом нежелательно делать ни дропсет, ни суперсет. Потому что на второй уже будет маловато силы. Я хочу, чтобы вы это понимали. У меня свои интерпретации, как замечательно сделать золотой подход. Первый вид золотого подхода тот, который самый простой, самый элементарнейший. Чаще всего я к нему и прибегаю. То, о чем я говорил в начале. Ваших 100 на 9 в жиме лежа. Вы разогнались вот этими разминочными подходами. Продышались. Собрались. Легли под штангу. И пожали на максимум повторений. В качественной технике. В красивый отказ. Все. Золотой подход закончился. Вы пожали, как я уже сказал, 9 раз. Ура. Сделан рекорд. Краткий, мощный импульс. Почему не нужно больше подходов? Потому что каждый последующий подход будет, вот этот вы сделали на 102% силы прежней. А каждый последующий будет уже на 98%, 93%. Вы просто тупо убиваете мышцу, а мощный импульс уже задан в самом начале для роста. А далее вы просто ухудшаете восстановление. Вы просто тупо долбите мышечную группу. Но исключения бывают только тогда, когда вы неправильно разминаетесь или что-то неправильно включаетесь. И второй рабочий сет вы можете сделать больше даже, чем первый рабочий сет. Это что-то неправильно явно в разминке. Это исключительно редко. Но если у вас так, можете делать второй рабочий подход. Если во втором рабочем подходе чуть хуже, чем в первом, второй уже не нужен. Вот. Это был классический золотой подход. Замечательно. Как можно еще сделать золотой подход? Можно сделать методом, так называемым, отдых-пауза К примеру, ваш вот этот результат в джиме 100 на 8 Вы ставите на штангу даже, может быть, 105, ну может быть и 100, ну допустим 105 И делаете тоже 8, но вы не можете за подход пожать Вы делаете так, вы снимаете штангу, делаете 2 повторения, отдыхаете 20 секунд, снимаете, делаете 2 повторения, 20 секунд, 2 И важно, чтобы в отказ были только последние 2 повторения из 8, этой штанги 105 кг Либо это могла быть сотка на 12 повторов, за подход вы делаете 8, здесь вы делаете 12, но есть паузы, да, между подходами по 2 Вы разбиваете 12 на 6 подходов по 2, через 20 секунд делаете, но последняя двойка должна лечь в отказ Это тоже эффективно, отдых-пауза тоже эффективно Я когда-то рекомендовал, что можно сделать сначала рабочий золотой подход, потом еще сверху отдых-пауза, а потом еще даже сверху многоповторный Это, друзья, это будет перетренд Так можно делать, если за всю вашу тренировку одно упражнение базовое и больше ничего нет Тогда можно так сделать Это прям такая конкретная проработка будет, но одно упражнение всего, поймите Этого не понял никто Я вам предложил классический подход золотой Подход золотой, разбитый на количество повторений по 2 или по 1 Методом отдых-пауза тоже будет хорошо И еще третий метод, когда как бы вы разбиваете метод отдых-пауза на более длительные промежутки отдыха И это будет как бы три разных подхода, объединяющих в себе один золотой подход Что я имею ввиду? К примеру, вы жмете 100 на 8 и это ваш максимум Вы жмете 105 на 12, нет, даже на 15 Тремя подходами 105 по 5, с паузами между подходами 2 минуты И только последний подход идет в отказ Вы жмете 105 на 5, ждете 2 минуты Вторых 102 на 5, но это не в отказ должно быть Вторых 102 на 5, 105 на 5 Потом 2 или 3 минуты ждете И снова жмете 105 на 5 Итого 105 на 15 в итоге за 12, за 10 минут, за 11 Это как бы три будет подхода Это что-то уже будет немножко от процентовок И такая компиляция Но третий подход в отказ В итоге это как один длительный подход из трех подходов И между ними приличные отдыхи Но он все равно как один отказной Тут уже больше объема чуть-чуть Может кому-то все-таки требуется больше объема Будет ли это лучше? Хочет сразу лечь и пожать один подход в отказ Я не знаю, я так не думаю, я так не делаю Но я подразумеваю мыслью, что это тоже будет эффективно При условии, что у вас упражнений мало в программе И тренируетесь вы не часто И может быть для вас сработает неплохо и эта штука Потому что все-таки один все равно отказной только подход получается Просто он как бы чуть-чуть объемнее И это вот такая компиляция между процентовками и моим золотым подходом Для тех, кто не может полностью отказаться от процентовок Вот Я думаю, что и так делать тоже можно Но сам повторюсь Я делаю в основном обычный золотой подход Лег, жму сколько могу, не могу, поставил И это есть золотой подход в отказ Но отказной подход может выглядеть по-разному Главное, чтобы он был только один Все, друзья, с вами был Алексей Шредер Я рассказывал про систему Майка Менсера Вид и про свое видение этой системы Про свою адаптацию этой системы Я напомню, если вам нужна конкретная программа Которая составлена на основе этой системы Можете писать в ВКонтакте мне в Инстаграм АТ программа платная Если можете сами составить, тоже замечательно Если нужен ролик, мое мнение подробное про периодизацию Пишите, что нужен такой ролик И такой ролик я запишу Всем пока Обязательно ставьте лайки И, кстати, у кого есть большое количество вопросов По питанию, по вот этому всему, что я говорю Какие-то личные вопросы по тренировкам Тоже пишите ВКонтакте, в Инстаграм Я провожу консультации в Скайпе Получасовые, часовые Все, теперь точно всем пока С вами был зожник-физкультурник Шрайлер А сейчас пора ехать дальше пропагандировать спорт Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok